У Эмбера. Для кого же теперь нужно брать Веги? Ну, я бы Веги рекомендовал подумать над чем-то, что будет хотя бы стрелять в сторону противника, когда противник будет ломать вышку. Скилами? Отпушивать, да. Нужно что-то отпушивающее. Вроде ВРки, например, идти не отправить фармить. Вот как-то так можно сыграть. Ну, ты бы кого взял, Саша? На месте Веги или на месте Ихоу? Ну, сейчас пика из Вега, так что думай над ним, а потом подумаешь над другим. Не знаю, честно говоря. Тут уже проблемы, да, немножко у них вырослась. Ну, им надо герой, который будет как ютилити. То есть, Тини будет забирать много, что-то нужно и Баланару. Вот, то есть это что-то... Ну, нужно отпушить линии, потому что Висп с Тини драться вначале не могут. А если на них вот так же, как в прошлой игре, на 15-й минуте просто попрут... Нет, Разор тоже не очень. Я подумал, они... Разор более-менее. Разор действительно более-менее, потому что, ну, то есть, тут только Квапа может как-то спастись от этого линга. Этого Разора просто за скиллы сотрут. Квапа крикнет, ультанет, и Дрэгон... Нет, ну что значит, Дрэгон нет. Так-то кого угодно, так. Такая логика... Нет, логика такая, что он не должен входить в драку, он должен издалека отбрасываться. Так, подожди, Разор хорошо отбрасывается издалека. У него один из лучших нюков. Самый лучший. Там такой дэмэж на самом кончике этого плазмафилда, что это нормальный. Просто сейчас придет Висп Тинни в мидл, против них придет Квапа Абадон, возможно. Эх Тинкера бы сейчас въедет? Возможно, и ДК, конечно, пойдет. А? Отпушивал бы? Ну а че? Не, ну вообще, да-да, более-менее вариант. А Нунчик-то на Тинкере умагет вообще? Или какой-нибудь бестмастер нет. Ладно. Да, опять же, Абадон уже все на нет сводит. Посмотрим, что они придумают. Действительно, возможно, они не предугадали, что опять же будет взят этот Абадон. Забанили на Бристалбека против своей мид-линии, но как бы Бристалбек за... Ну, не то, чтобы ДК был. Натуральный проповедник, чтобы совсем уже упороться. Ну нет, Андрюша же вообще не бом-бом. Не отупляет. Ну на... Так подожди, он на Найт Сталкере будет. Так он может на Найт Сталкере, а кто-то из качеров будет на Фурионе. Павлик, Журавлик на Фурионе. Может, и сомнительно. Ну, видишь, они тоже не знают вообще, что делать и взяли, так сказать, ласпик. Тот-то как-то сомнительный вариант, потому что Абадон уже есть у врага. Не очень понятно. Это не от спам совершенно. Ну вот это пик мальчиков. Видишь, мальчики, судя по всему, знали. Вот, надлитка АПТ-сика у меня и решили по-серьезному подойти к вопросу. Это меня очень расстраивает. Я пойду и напишу Анему, что он как бы не прав совсем. Вконтакте. Вконтакте. Я уже опишу ему. Вторая карта матча Вега-Сквадрон против Ехоума начинается прямо сейчас. Виталий, Рустам, вещайте. Спасибо огромное, Вань. Ну что же, ребят, давайте вспоминать, да, что Вега каждую серию почти начинала с проигранной первой карты. Три из четырех матчей на мейджоре они первую карту проиграли, потом выигрывали. Это фора. Просто со слабыми командами нужно играть именно так. Ты им типа говоришь, вы можете, а потом ты такой, нет, отказано. Не сегодня. Что мы говорим? Что мы говорим Ехоумам? Не сегодня. Электронный дом. Сорян. Сорян, 71-й, уважуха, но давайте как-то, ну... Дорогу молодым. Да, согласен. Дорогу ребятам из Вега-Сквадрон пусть выигрывают эту карту. Надеемся, что они покажут достойную доту как минимум. Итак, и так, и так. Ехоумы у нас будут играть за Рейдиан. Давайте с них и начнем. Old Chickens играет на Dragon Knight, товарищ Old Eleven на Тускаре. Сетивай будет исполнять на своей фирменной Queen of Pain. Ланэм, конечно же, сел на Абадон и уже там снизу Кака развлекается. На Шату Шамане ставят вардишки. Я очень боюсь, скажу откровенно, вот этого товарища на Тускаре. Потому что Eleven на этом герое творил чудеса и не один раз. Он выигрывал целые серии Ехоумам. Он лично этим Тускаром просто запихивал команду Ехоум в ландфиналы The Summita буквально на прошлой неделе. И он на этом герое умеет играть. Про Сетивай на Квапе вообще молчу. Я не знаю, какой у него КДА на этом герое. Мы вчера видели эту игру. 19-1-14, 33 КДА пацан набил вчера, по-моему. Rampage, да, ультракилла, да-да-да. То есть, ну, умеет играть в доту, скажем так. Да, ну и у Веги Паша, Кэрис Лордар, Сёма сыграет на Дизрапторе. Очень хороший герой, конечно же, против Квин оф Пейнт и против всех, в принципе. Ноуан, Тинни, Соло, Висп и сложный Маг, Найт, Сталкер. Ну что, контроль трун на топе. Стал уже на исходную позицию Ноуан. Готов маленький, маленький такой Тинник забирать себе баунти. А тут такие тяжеловесы на него сейчас будут настигать. Потому что Old Eleven подтягивается. И будет ли у него какие-то айшард сейчас закрывающие. Вот такие вот неприятные айшард, а? Брэсфайр. Но Висп, конечно же, будет захиливать. Разворачивается Ноуан. Ничего пока не вкачал. Ну, да, так. Руну, конечно, отжали ребята из The Home. Причем отжали обе руны. Но главное, что вега не подставились под СОБ. Ну, такое, в принципе, то, что за нижнюю руну не боролся Маг, довольно странно. Маг, кстати, с двумя Мангой выходит на линию. Кто ожидает, он тут видит, возможно, триплу. Ну, или даже одного сетевая. Тоже, в принципе, два манга, конечно же, не помешает, чтобы здесь стоять. Да, тут сетевая будет в СОЛО стоять против Мага. Сетевая может будет помогать Кака на Шидоу Шамане. Ну, и в миде нас ждет битва Олд Чикина против Даблы Ноуан СОЛО. Сложно будет здесь Олд Чикину, скажем сразу. Да, милишник, которому желательно не подходить под прокаст. Но, правда, на это есть такое полезное свойство, как даже полезная способность, как Брэсфайр, и получив левел 5, третьего уровня прокачки Брэсфайр, позволяет ему стоять на огромнейшей дистанции и добивать крипов. Если будет очень тяжело. Ну, вообще, Драгонайт, мы знаем, один из довольно-таки плотненьких таких персонажей. Брони много. Прокаст, если переживет, Суркеева будет добить сложно. СОЛО пытался сделать два стака, в итоге получилось сделать только один. Слишком рано начал стакать большой стак. Ну, в любом случае, там потом появится много крипов. Там видим, что Драгонайт пока имеет 100% винрейт на турнире. И ВП на нем исполняли. Там много кто исполнял. Ну, и Ноуан тут уже начинает пугать, но тосает крипа, а не Олд Чикина. Попробовал, попробовал. Не получилось. По крайней мере, он показал Олд Чикину, что следующим будешь ты, братан. И, скорее всего, так оно и будет. Да, Олд Чикин прекрасно это понимает. Качает Драгонблат и будет тут на этой линии стараться максимум вынести. И, кстати, пока у него даже неплохо получается. Ну, 4 крипа против Тинни, у которого 3 крипочка. Ну да, более-менее. Проблема у Мага. Маг. Есть молния, есть еще сетка. Вот она сетка. Мага очень больно бьет. Маг и это ФБ. Слышал, я нельзя сетеваю ФБ отдавать. Вообще фрагов отдавать сетеваю нельзя. И Квапу ему отдавать нельзя. Да, вообще ничего нельзя давать сетеваю. Но в итоге Маг решил еще немножечко форой подарить противнику. Посмотрите, чуть-чуть. Ну, надо понимать, что Шатушерман на линиях не светился. Делал отводность, что рано или поздно за спину он выйдет. И Маг далеко не убегай. Стой и терпи. Больше тебе ничего не остается. Надо же дождаться ночи. Ночь это то время, в котором Маг будет бегать и развлекать противника. А пока? А пока нужно играть очень аккуратно и сейволом. Но это что касается двух линий. Вот на топе мы еще не посмотрели. Здесь у нас товарища Левен. Фирменный Тускар с Ланем на Абадоне. Крайне неприятная линия. Два героя, которых не так просто забрать. С эскейпами, с сейвами различными. Да и против Милишного Слардара, ну, действительно жутко неприятно. Но Паша, пока мы видим, стоит уверенно. 12 на 2. У него Крипстат. Более-менее, да. То, что Левен вообще творит, что хочет. У него, в принципе, равноценный с Пашей Крипстат. 12 на 1. То есть, как бы, идут они наравне. Это плохо, да? Да, в Миде. В Миде. Алл Чикин отпевает с Ноу Ван. Хорошо, сейчас будет Тосс. Ноу Ван, Тосс. И проблема у Алл Чикина. Ну, вы сами понимаете, что товарищ, это жирный. Тосс второго левела. И пока не добивает. И вот он уже и Левен в Миде. Ой, подзажали немножечко тут Ноу Вана. Вообще, да. То есть, он успел принести себе Боттл в момент того, пока его атаковали. Пока он там летал на Тосс. Он юзал Боттл нон-стоп. И в итоге смог выжить. Но Вега фраг сделать не получилось. Будут пробовать еще, конечно же. Нужно, чтобы Ноу Вана был побольше экспириенсов, посильнее Нюки. Да, нужен левел. Нужен Тинни побыстрее этот самый левел. И все будет хорошо. В лесу мы видим стаки. Еще один раз ходил, делал на соло. Так что рано или поздно пойдет это дело зафармить Ноу Ван. Должны прекрасно их. Он понимает, что там эти стаки есть. Как-то помешать забрать Веги их, ну, будет сложно. Так, Алл Чикин. Опять-таки тот. Но Этрас должны пробить. Да, вот есть, есть фраг. Отлично. С третьего раза, но получилось сделать задуманное. Реализовали ту самую комбинацию способностей. И хорошо получилось, потому что Ноу Ван себе получает здесь экспириенс. Так же, как и Висп. По Виспу тоже очень нужный экспириенс. Ну, и, конечно же, потом еще будут стаки фармить. Ну, кстати говоря, по поводу вот смогут ли их претендовать на забор чужих стаков. Вопрос такой довольно открытый, потому что мы видели по опыту вчерашнего матча, когда Сетивай на той же самой Квапе приходил в чужой лес и добивал. И добивал своим скримом. С этого начался такой серьезный сноуболл по игре против Ньюби Янг. Так, ну какая теория не в атака. Маг пытается пробить КК, был под Сетивай на разворот в спину прыгнул. Пытается разорвать Виспа. Забрали Шекл с Мага. Ой-ой-ой, Маг. Есть бой, есть бой. Кто мрет раз-то точно, а теперь можно с Сетивайем еще подраться. Будет бой. Бой третьего левела. Сетивай, один удар, Сайлентс. Маг! Что творит он с Речипенко? Как он разрулил этот момент. Он просто на броне с руки допинал Суппорта, чтобы оставить прокаст на убийство Квинова Пейн. И прямо во время драки, убив Суппорта, он получил пятый левел, вкачал в три бойты. Только после этого дал ему Сетивай. Какой он жесткий. Сетивай, Квапа. Не, Чип говорит, таких я на завтрак хаваю. Ну что же, и дает заряд энергии нам Андрюха. Сразу же получается у него Фуизы, первая ночь. Ну и побежали, побежали. Все, Маг, это твое время. Этот Пейн говорит, ты отомстил за смерть на ФБ, ты сделал даблкил. Ночь сейчас, у тебя левел хороший. Беги, как никто никогда не бегал. Беги, Лола, беги. Или как ты вчера говорил, побежали, побежали, пока нам фисты не дали. Ну, типа того, да. Тоже вариант. Тоже вариант. Фистов нет в этой игре. Ну и, наверное, слава богу. Эмбер надоел уже. Паша. Паша есть ПТ. Паша выходит в Magic Wand пока. Ну и будет, понятное дело, делать здесь даггер. Хотя вот тут вопрос, нужен ли этот даггер. Вот я, ну хотя даггер нужен всегда. Еще баш пропилил. Даггер, 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 даггер. Ну вообще, вот в последнее время то, что мы видим, когда, вот в частности, наверное, хороший пример, это ребята из OG, да. У них Нотел на Тиннике играет. Они бывают с Виспом, они бывают без Виспа. И в обоих раскладах они всегда стараются купить на Тиннике этот самый Блинк Даггер. Да, да, да. Крайне мобильный такой вот он. И почти всегда срабатывает, что самое главное. Да, винрейт, я бы знаем, у OG довольно хороший. Несмотря на то, что на Мэйджер они, может быть, не так круто выступают. Так, Ноу Ван контролит Ру. Ну а здесь Ол Чикен, Стан Ноу Ван пробивает. Есть Братс Файр по двоим. Нормально, Соло держаться далеко. Соло надо держаться далеко. Покатились с него. Соло жить, жить надо. Соло живет. Пошел тот. Соло по-прежнему живет. Соло оббивать ЛДН. Соло шортами забрали, Соло. Все-таки не дожил до конца, но Ноу Ван выживает здесь. Если бы Соло выжил, могли бы погнаться еще, наверное, и за Ол Чикеном, и за Лан Эмом. А тут Мак, ты посмотри, есть Глимс. Мак приходит сюда, есть рассказ по Ол Чикену. Очень больно по Саллицам он был. И Мак забирает свой, да, этот килл. Делает киллинг, спрят. Личное подключение. Главное, вовремя подоспел. Но это раз, мента получился в пользу, Вега Складрон. Да, теперь все, в принципе, неплохо. Самое главное, что Сема чекнул, что здесь есть нейтралы, и этих нейтралов надо забрать. Потому что будет неприятно. Ну и пошел Мак, пошел изучать. Тем временем лес соперника, надо врываться. Третий левел на Лан Эмом, в Сайленс, бросать и убивать его. Нужна помощь, только Тинни пошел. Мак по тавер, вот он, бой третьего левела. Больно очень, Лан Эмом, шестой левел, есть ТП до конца. Маку надо идти, Лан Эмом надо убивать. Лан Эмом не добивает, но все-таки теперь есть враг. Ол Чикена можно попробовать. Ол Чикена нужно попробовать. Квапа, больно сильный, хорош тот, жить, бега, жить, ай-яй-яй-яй. Почти, 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 но тут Мак, Мак продолжает, скилает в Сайленсе. Паша, стан пол Чикену, ноуан, ноуан, ноуан погибает, Паша уходит. За ним вдвоем катились, проблемы у Паши, Паша, Паша погибает, скилает даблкил. Ну как же, ну Квапа, ну Квапа, ну опять просто подключается, делает хорошие блинки с Соник Вейвой и пытался приостановить тени у него этого скилая. Но он просто неудержимый парень, он залетает и делает фраги. Ну надо контроль на него, надо как-то его фокусить, постоянно с Сайленса кидать, войды какие-то. А если Май остается без внимания, начинает делать грязь, а это больно. Мне понравилось, как сыграл Мак в этом моменте, он забежал, натворил кипишу и просто убежал. Вы разбирайтесь, ребята. И я тут не при делах, да. Ну, к сожалению, 3 в 1 размин закончился, потеряли только Абадона парня из E-Home. Ну да, возможно, стоило уйти, возможно, не надо было драться. Ну это, это... Дела минувших дней. Да, да, да. Так, Вега еще не проигрывали в этом патче с Теней Беспом в пике. Шесть игр, шесть игр, шесть игр. Ну кто-то, что точно проиграет, либо Драгонайт, либо Вега, как бы мы понимаем. Тут, тем временем, первый вард упал. Климсанули с Сетювая куда-то. Ловить, 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 блинг. Через 3 секунды, Вижен есть. Ну, Саленс ему надо дать. Маг, где Саленс? Есть Саленс, есть Саленс. Пробивает с руки, Сетювая никуда не уйдет. Есть Мегакил от Мага. Ему бы урна сейчас, он бы просто всю карту бы снес. Но урны у него нет, он бы ее уже назаряжал бы столько, что Огогон. Но в итоге мы видим, что и без урны будет пытаться Андрей перевернуть ход этой битвы. Очень хорошо перемещается Маг. Вот всегда в нужном месте, в нужное время. Вот у него пока есть, как и появится, это самое World of Shadows, потому что я с Эджемаской две перчаточки купил. И пока все получается с этим Найт Сталкером очень-очень здорово. Но вот этот темп главное не потерять. Успеть вынести себе быстрый Аганим, Гем, всю карту завардить, раздевардить варды противника и зажать противника на базе. Вот это будет идеальный вариант. Хорошо, хороший винрейт вообще с Найт Сталкером команды Вега, но он у них на 4 позиции обычно приезжал на этом турнире. А теперь мы видим на 3 позиции в оффлейне. Очень интересно, что Тавр в миде отдают, ребята, из Вега Сквадрон. Да, не задынает здесь Семи, как бы еще не подставился. Да, подставляется Сема. Есть виз, будет ли попытка засейвить. Да, хороший ультимейт от Семы. All Chicken взлетает в воздух, тут же погибает в секунде. Есть глимс на товарища Элевена. Тут же Элевена должны убивать. Отойти надо соло. Закрыли его, соло, врезать сквапа. Боже, какой ультимейт от Сетивая. Расказ от трассы. Нет, 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 бежать, бежать, бежать от нее. Бежать, 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 Паша, бежать. Сетивая не знает, кого бить. Но Лан засыпает тот. Но убить же надо как-то Сетивая. Где Мак? Мак, приди порядок, наведи. Мак уходит отсюда уже 3 в 2. Чуть Пашу еще и не отдал. Сетивая прям за ним до конца облинковался. Но снова пускает из Духменов Пейн. Как же четко подключается Сетивая в очередной раз. Эти Соник Вейвы, которые носят максимальное количество урона. По четверым, по троим. Баттл Рекап. 2 тысячи урона нанесла Клопа. Больше, чем кто-либо в этом замесе. Ну и из них где-то тысяча, даже полторы, наверное. Не, ну не, полторы, тысячи двести Соник Вейва. Ну да, по трем героям залетело примерно. Больно было, очень больно. И этот Сетивай будет выходить в Юлы. Причем это довольно грамотное решение. Зная, что у противника есть Глимсы. Раз, есть Саленс. Все это контрит Юл. И этим нужно будет пользоваться. Сетивай красавчик. Да, Сетивай очень хорошо играет. Это понятно. Барабаны, кстати, у Ноуана появились. Да, вот уже Юл. Теперь его убивать будет архи сложно. Контроля. Ну хотя после Юла всегда есть Тинни. Всегда есть Слардар, который может взлететь. Там уже вопрос тайминга. Но как бы стан Тинни и стан Слардара, он почетче дается, чем блин к вапе. А то она всегда вот этими крылышками как начинает махать. Так что ловить можно. Ловить можно. Единственное, что Паша, конечно, без блинка. Это еще короткая проблема. Ланэм находится, говоря, Пашу. Ну, Абадона можно не бояться. Накидывает Amplify Damage. И Паша сразу же пытается отойти. Ну вот надо дать возможность Паше собрать себе блинтагер. Но пока возможности такой нет. Пытаются висп Тинни сломать тир один по мид линии. Готов уже Сетивай, если что, ныряет. Да, правда, у него нет ультимейта. Есть глиф у ребят из The Home. Скорее всего, будет сейф. Подтягиваются из The Home. Да, и будут пытаться сделать драку. Сетивай заманивает на себя сейчас. Там в смоках, смоках АК вместе с Old Eleven. И да, разбегаются вега с Квадрона. Это было лучшее решение в данной ситуации. Потому что можно было опять стрелять. Ну, а лучший не забирает Тауэр на топе. Без боя. Драгонайт без формы. Это Драгонайт. Сема, 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 Сема. Сема, поднимает логика, разу ему успеет ли что-то сделать. Нет, он просто умирает. Зусь до хексов, минус сена. Сетивай еще использует Юл вот таким вот образом. Не дает противнику уйти. Пытается он. И получается периодически. Так вот, что касается Драгонайта, все-таки не надо забывать, что у Хомов на пуш-то есть герой. И герои, причем, довольно серьезные для этой цели. И товара должны у вега падать. Вопрос, как вега будут обороняться. Потеряли они сейчас линейку Тир-1 товаров. И уже потихонечку читается подключение на Тир-2. Ставятся вот первые ворды от КК, что, в принципе, тоже является одним из возможностей для пуша. И вега будут от Тир-2, скорее всего, отдавать. Да, не могут они драться. Драгонайты, ворды Шиду Шамана. Мы понимаем, что постоянно вот это давление будет идти. Плюс Квапа, плюс Абадон с хилом. И, ну, отбиваться придется. Они будут отбиваться, есть смок. Заходит Паша и Сема под Инвизом. Да, не надо, не надо. Соло готов, если что, с релокейтом. Нет, лезть. Катились мага слишком далеко. О, и Левен тут получает Сайленс. Боже, а что ж так далеко вы залетаете? Статик не самый удачный, но сцепили Левена. Левена под Сайленсом разбирают очень быстро. Паша подставляется под прокаст от хлопы от Рагонайта. Это минус Паша. Мак тоже подставляется под кекс. Шегас его поймали. Бис пытался притянуть и вывести, но Бис сам погибает. Мак откидывает подальше к своему тиммейту. Пытаются уйти. Ребята из Вегас-Квадрону стан получает. Науман толчики на Брэйсмайер туда же. Ноуман сможет ли уйти? Ланэм до конца. Ситибай тоже здесь. Ноумана не отпускают. Минус три. Двенадцатая минута, ребята. Двенадцатая минута. На базе Ехоума. Вот это да. Как же они сегодня играют-то, а? Насколько круто сегодня отыгрывают Ехоум? Тут ничего не скажешь просто. Исполнение на пятерочку прям. Да, и опять-таки зарабатывают они около тысячи голды, около тысячи экспы. По деньгам ведут уже семь тысяч. Есть Глимс, есть Глимс. На Сему. Олчикина. Тендерстрайк подловить, подловить один. Остался он. Можно, можно его убивать. Ускоряйся, Паша. Ускоряйся, как только можешь. Беги. Он дал Vision. Ну да, этого не должны пускать. Во, ну Макку. Воин в случае не должны пускать. Пошел, пошел. Макку. Ручками машет крылышки сзади. И давай, Void, Саленс положил. И на него вот так вот повесили. На ShadowStand прописать. Подоплеваем. Бейте с руки. Убивайся. Едешь. Ну хоть так. Да, как же, как же много времени-то надо, чтобы убить этого Драгонайта, который барабан и тысячи голды пока у него. Ну и что там у Квапы нового появляется? У Квапы появляется. Семь линии на Бременстав. Будет он клепать Сесайнас. 11-й левел есть у Сетивая. 7, 2, 5. Ну, мы не удивлены тем, какой Квапа у Сетивая. Мы не можем удивляться. Никто не может удивляться. Потому что, ну, мы видим, что топ-1 результат по винрейту, по левелу, по киллам, по свертям, по количеству золота, по ласхитам, по ГПМу и по ХПМ. Он идет на первом месте. Среди всех, кто играет на Квапе. По-моему, это был знак изначально еще с нескольких дней назад. Долбан и Твиттер вчера писал одну фразу. Ты не отдаешь Сетиваю Квапу, потому что Сетивай умеет на ней играть. Если ты отдаешь Сетиваю Квапу, ты проигрываешь игру. Об этом говорят все и так далее. Да, Сетивай на своей Квапе проиграл дважды у команды Вичи Гейминг на Наньянге. И все решили, что окей, можно ему давать не такой страшный герой, Законтрим. Главное, что у нас Тинни Висп. Ребятки, это очень сложно будет. Это будет очень сложно. Будет невероятно трудно. Тем временем, ребята из ИХОМ, следующие ворды решили проставить на убийство Рошана. Будут быстренько его оприходовать. Что же касается Вега Сквадрон, давайте посмотрим на Вижн. Вижена не было. Не видно, не находится противник. И, видимо, даже не подозревают об этом. Не догадываются. Ну, заберут здесь Аегис. Сетивай даже не обращает внимания на Рошана. Он сам отпушил медленнее. Вот сейчас подтягивается к своим тиммейтам. Вот обрати внимание, кстати, что у Мага все, что было на девятой минуте, у него есть и на пятнадцатой. Абсолютно ничего нового у него не появилось. Как бы каким-то аганимом тут не пахнет. Паша по-прежнему без блинка. Ну, то, а с блинком, с блинком сейчас. Сейчас уже с блинком. У Паши, конечно, две игры в лузерах вот сегодняшние просто ужасные. Вообще не идет. И на Queen of Pain, мы помним, не пошло с самого начала. Ну, и тут на Слардаре тоже не пошло. Но хотя был в тяжелых условиях. Первая особенная игре. В этой тоже приходилось стоять против Брина Бадона и Тускарая. Приходилось постоянно помогать, потому что экшен был нон-стоп. Ну, и вот в этом, наверное, и причина. Пятый тавр забрали Хонти временем. Да, там вразмен. Единственное, что тут один тавр только снесли, Вега-Сквадрон. Ну, вразмен на Егис и на тавр. То есть не самый лучший для Вега получился. Пытается отчаянно вынести себе нового на Гоним. Должен быть таким он боевым, бьющим с руки. Настоящий керри, играет он без Блинк-Тагера. Ну, ему, конечно же, нужна будет поддержка ультимейтов. Ну, просто других здесь ДПСеров каких-то таких жестких нет. То есть все делается упор на одного кор-героя, которого они будут стараться охранять и оберегать. Получится, не получится? Посмотрим. Ну, а сейчас, конечно же, и Хон. Есть Егис, Драгонайт с формой. Ну, то есть им вообще ничего не мешает идти и пушить товара. И очень мне нравится, что покупает Old Chicken. В лучших традициях старого состава Empire. Смотри, City White прыгает соло. Просто минус. Главное, что No One там выжил. No One, нет ТПшки, No One, нет ТПшки. No One видит скрим, City White поднимает его в Юл. Ну, есть Sonic Wave? Просто есть Sonic Wave. Ну, пока живет и неплохо живет сейчас Snow One. Кстати, Илевна бы вернуть сейчас в этот Silence. Вот вернули. Ну, добейте же его хоть кто-то, пожалуйста. Snowball у него есть. У него есть Snowball. Ну, ничего, что на нем урна там висит. City White Silence. У него кулдаун на ветра. Он не мог себя быстро сдать. Боже, а что происходит? Подхилили, не отпустили. Сема там спрятался. Сема выходит. Сема, а уже нет прокаста. All Chicken врывается со стана. Его с Броспая раздувает. Это минус. Ну да, тут подстряли немножко Вега. Пытались как-то сейвить своих тиммейтов. В итоге минус 2. Так вот, возвращаясь к Dragon Knight. Вот в лучших традициях Resolution. Вот это вот просто Dragon Knight, который покупает себе ранний Blink. И за Тамбор куда-то там под Сир-3, под Сир-4. Ну и вы сейчас увидите, при заходе на хэграунду, сейчас увидите, как будет действовать All Chicken. Первая цель, которую он увидит, будет сразу же прыжок щитом по голове и поехали драться. Сетивайн, но Ваннуш, страйк. Так, а что у нас? А, все, кончились внешние ТВР. Вот это да, вот это проблема. Потому что сейчас будет заход на хэграунд. Смотрим по кулдауну ультимативных способностей. КК пока без вартов, но Dragon Knight'а форма, если что, есть. Я думаю, вартов дождутся и будут подниматься. Тем более, Айги сохранили. На 11 атака, есть Avalanche Toss, но Ваннуш в Талас. Тут Пашу Миди тем временем убивает. Да, Паша убивает. А то Скартак просто не оселит, судя по всему. Он тут втроем не накидывается. Ставится Кинетик, есть еще Глимс. Ну, забирают, наконец. Но там Соник Вейв со спины. All Chicken врывается без па. Будут убивать. Тис пока подтягивает. Статинзерин, нет, все-таки погибает. Брестфайр, а Тинни тоже падает. Даблкил делает на товарищ All Chicken. Остается Маг. Аквапа на базе дерется с Магом. Маг дает сайлентс. Там витра, если что, есть в CTY. Его подхилют. Есть байбэк Ноуана. Пытается что-то сделать с All Chicken. All Chicken отстанется. Маг должен доставать. CTY очень больно. Можно постараться сбить с него Аэгис. Засыпает. Сбили Аэгис. Но сейчас же будет фуловая Аквапа. Не стоит забывать. И вот на нее надо было, наверное, все-таки сайлентс тратить, а не на... Ни на кого. К сожалению, получилось. Статик был такой себе. Залетает дальше CTY. All Chicken тоже рядышком. Пытается пробить миспа, которые после байбэка. Ноуана ступили с Таном. Паша на развороте. С блинка, Стан, Тал, Прокаст, Тэвлэнштосс. Но есть Мега. All Chicken выживает. Вал распачка. Разворотится. No one. No one. Под киксов. Очень проседает. Брэсфайр. Весь пудой. Водерил Акетик. Хорошо за сеймери. Но поставлены ворды. Сейчас будет падать Тир-3 Тал. Ворсерду нужно давать деф. Все равно нужно попытаться отогнать противника. Ворды хорошо стоят. И можно их позабирать и все-таки отогнать. Если еще Glims могут забрать All Chicken. Очень хорошо. Забрать ворды. Забрать ворды. Ехо. С Virtus. Прошили здесь объективно. То есть пошли слишком далеко. Вместо того, чтобы бить от здания. И дают надежду команде Vegas Squadron. Да. Но учитываем, что байбека 2 было. Отпис по Тиньям. Довольно серьезный удар по экономике. С другой стороны, правда, тускар тоже байбекался. Да. И опять-таки. Не снесли в сторону. И дали надежду. Сейчас. Тинь и агоним. Все-таки через 500 получит. И показали, что могут ошибаться. Потому что вот эти заходы, типа, побежали куда-то. Это уже... Ну, нельзя так делать. Нельзя. Слишком нагло, да. За это нужно наказывать. Получилось это сделать у Vegas Squadron. Конечно, огромнейший респект. Соло. Его сейв с релокейта. Это было очень шедеврально, конечно. Он спас себя и Тиньи после байбеков. Это самое важное, что случилось в этом моменте. Ну, посмотрим. Сейчас и Хома, конечно же, дождут откатов своей способности. И снова будут подниматься. Да, так оно и будет. Агоним будет. Но у Ана, понятное дело, здесь... Ну, ничего у Семы, у Паши не стоит ждать нового. Это однозначно. Не маг БКБ через 600 голды. Но, возможно, будет у него БКБ. Я не совсем понимаю, что оно ему... Ну, хотя даст, даст. Довольно много даст. Да, дизейбл, шеклсы, станы, прокасты. К Тускара, Квапы. Ну, есть от чего спрятаться. Есть от чего мучиться, скажем так. И БКБшка отчасти способности сильно спасет. Ну, что, собирается снизу и Хом. Что у нас там по кулдаунам? Ну, вот у КК через 19 секунд уже появятся ворды. У Драгонайта форма есть. Конечно, идеальный расклад для и Хома это сперва сделать какой-то ганг. Ну, понятно, что вега не подставляются. Да, и в Ехом хотят в лоб проломить. И верное решение. Понимают, что кулдаун на байбэк у всех. Есть байбэк только у мага. То есть, в принципе, если будет погибать кто-либо из веги, то вернуться в драку он уже не сможет. Ну, и все зависит здесь, конечно же, от соло. Ну, что, борды проставлены. Сир-3 падает. Есть еще глиф. Драгонайта прыгнул, есть глиф. Глиф, ну, не совсем, опять-таки, хороший. Потому что, ну, мы видим, все-таки Тауэрду пойдет. Но зато ворды не смогут бить барак. Ворды слишком далеко стоят, барак они бить не смогут. Сзади, сзади под смаком заходит мага. Ну, под вордамиж придется драться. Ну, под вордамиж придется драться. Ну, Нунчик влетает, Волчикина пытается маг, включает БКБ. Цепляет КК, надо засайлинить, ведь было. Ланема, Ланема тоже пытается быстро убить. Сетивая, сетивая, переговорились, сетивая без вайбэка. Дальше драться, все, мы только потеряли. Убить КК, надо, добейте его чем-то. Пожалуйста, прошу вас, умоляю, добили. Хорошо, КК дальше драку продолжает. Туман, по-прежнему, жив. Стас по Алчикину, он же здесь подоплевает. Набивать Алчикина надо. Алчикина добейте, Ланема, Боже, что творит этот миральный поток? Ну, кто-нибудь добейте драка, дайся немножко, осталось. Есть, отлично, вот он, он, битый кисей. Дальше, Нунчик, Нунчик, живи, братан, живи, живи. Хилл, нет, не живет маг, едва живой. Боже, Тускар. Какая драка, эти, доцепили мага, ребята, из Эхоум, в итоге 3 в 3 получилось. Офигеть, вот эта война. Ну, отбились же, отбились, драку, можно сказать, выиграли. Двушку заработали, да, они потеряли-то, ну, Тени Виспа и, собственно, Дизрафтера, а там забрали Драгонайта, забрали Ситиуая, Ситиуай ничего не вкастовал, вообще. У него ветра, у него сайленс, он крут, но когда он попадает под стан товарища Слардара, он не может ветра себя поднять, да. Это его минус, согласен. Ну и Абадон, ну-ка, ты что, какой герой, а? Мощный, 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 так он сейвел прогнать очень долго. Так вот, Клопа теперь понимает, в чем ее проблема и пытается вынести себе БКБ. Все. Меня просили в паузе, о, Вилан, пустите Каспера, чтобы он сет показал на Абадоне, только что он за 4 секунды показал, можете ввод найти и посмотреть сами, если хотите. Дота ТВ же есть, бесплатные, ребята, заходите и смотрите, в чем проблема. 21.16, Вегас Квадрон отбивается второй раз, и у нас вот такой Бэтмен уже начинает вырисовываться, главное, чтобы этот Бэтмен сейчас вниз пошел и оформился. 4 тысячи экспы, 8 тысяч голды. Тинни 1700 имеет, 1600 имеет Мака, он драку прошлую пережил. Да, и стоит отдать должное ребятам из The Home за их упертость, за их настрой такой, потому что они решились, слабаки жди линия, они этой мыслью просто руководствуются до конца. Теперь там голые бараки, во-первых, во-вторых, второго левела Серпентварды у Шеду Шамана, Ланэм, тоже 11 левел, у него еще и будет Владмирс, да, ну, остановись, окаянный, что ж ты делаешь? Крутой там билд, слов нет. Но сейчас появится Рошан, и сейчас будет очень важно Вегас Квадрон и там тоже дать бой, ни в коем случае не отдать Aegis противнику. Так, давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть. Ну, во-первых, видим карту, понимаем, что Vision, в принципе, у Ихом стоит на выходе из-за своей базы в Веге, да, то есть мы видим, да, он хороший ворты, но там будет смок, очевидно, должен быть смок. Или без смока. Ну, Ван, ты же палишься, тебя же видно. Да, им пофиг, они просто в драку. Там БКБ еще соулт Чикина, вот это очень большая проблема. Это прям невероятно, это огромнейшая проблема БКБ на Драгонайте, и не будут о нем знать Вега. И как же сейчас будет им неприятно. Ставится все версионы, Сантришник тоже воткнул на хэкграунд, на пригорок. Отслушивает линию пока СТВ, так заставляет противника вернуться на базу. Довольно правильным. Рошан появился, знают об этом обе команды. Ну, знают прекрасно Ихомы, где Вега. Вега видят вообще Ихомов, то есть вот... Ну, то есть все команды друг друга контролят, скажем так, но и Вега вынуждены делать ТП на базу. Нет, не хотят, не хотят они бодаться за Рошана. Или же это просто Тини с Виспом прилетели сюда. Нет, Мак тоже отправляется домой. Скорее всего, будет СМОГ сейчас куплен, да. Нет, это Дасты покупает почему-то Десраптор, где СМОГ. Не будет, не будет. Они решили просто не драться за Рошана. А дефы поиграть? Потерпеть немножко. Ну что ж, интересный, интересный поворот. Ну, я считаю, что надо было драться. Но с другой стороны, они хотя бы заметят, что сейчас у Драгонайта есть БКБ, когда пойдут пушить Ихом, и будут более-менее к этому готовы. Если бы они врывались прямо сейчас, они бы об этом не знали, и, возможно, это была бы проблема. Но цель остается одной. Паше надо впрыгнуть одновременно в квапу с Абадоном и постараться выключить квапу за секунду из драки. Могут это сделать. Кстати, не уверен я, что Ихомы пойдут без БКБ на Квин оф Пейн, потому что есть уже рецепт, а до полноценного артефакта не хватает всего лишь 300 монет. А, ну, в принципе, это все быстро добивается, и вот Сетивай уже заработал все деньги почти на него. Да, БКБ будет. Ну, БКБ у Драгонайта 10 секунд, а БКБ Квин оф Пейн 10 секунд. Очень сложно будет. Плюс Аегис. Да, это действительно плохо. Терпеть придется долго, скажем откровенно. Так, на Терене можно подловить, подловить товарища Тускара. Нет, не получилось зацепить. А на развороте будут теперь инициировать Ихомы. Драгонайт залетает, стан, но Вана. Но немножко кинетик решает. Кинетик ставит, на релокейте просто уводит. Сема сможет лежить. Смоба нет, получает Валрас Панч. Сема здесь остается. Ну, и БКБ не прожал Ул Чикин. Это самое главное. Если бы он прожал БКБ, в принципе, этот размен можно было бы считать хорошим. Но вот, да ладно, Солож еще вернулся на туре. А, ну да, 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 релокейдишь. Ну, минус 2 суппорт тогда. На ровном месте. Пытались сами инициировать. В итоге получили. А в миде-то, посмотри, Сетивай, нырять на Мага. Мага вынужден БКБ потратить и делать тэп-аут. Ну, на все, что можно, развели фактически сейчас игроков вега. Да, ну, ноуан тут немножко отпушивает нижнюю линию. Пойдут Ехоумы по миду. Знают, что 28 секунд не будет виспа. Должны догадываться, что байбэк у него вряд ли есть. Там товарищ на всю затаривается. Нет, на низ. На низ, вот так вот. На низ, там проще всего. На низ и поехали месить. Ну, крипы по миду не зашли, вот только сейчас зайдут. Вот сейчас очень здорово, но у Вана появляется БКБ, которого тоже не знают Эхоумы. Можно будет руки под агонимом неплохо нарезать, но нужен висп, безусловно. Форма закончилась у Драгонайта. Барды стоят, нет глифа уже. Залетает Мага очень быстро. Маг БКБ, БКБ ведь он только недавно прожимал. Ну, как же так? Маг зачем подставился? Без байбэка еще. Маг. Вот пока у нас БКБ что-то Чикен. Но Ван не хочет рвать. Сетевай, то врывает сам, пока прожимает. Соло пытается убить. Соло, Соник Вейв. Минус без байбэка. Чекос подловили Сему. Паша пытается подсевить. Сема под Сайленсом. Сема погибает тоже. Минус три. Пытается уйти как-то. Но Ван под своим БКБ. А и шардами не перекрыли ему дорогу, поэтому он будет на фонтане. Но троих потеряли. Ребята из Вега-Сквадрон. И потеряли также нижнюю линию. Да, и будут заходить сейчас на Рошана, говорю на Рошана, на вторую сторону, конечно же, Ехоумы. Потому что, ну, фактически нечем отбиваться. Вега-Сквадрон. А там форма через 7 секунд уже появится. Да, да, да. И будут продолжать давить. Это понятное дело. Вардов нету. Кстати, там уже душамана-то аганим уже понемножку вырисовывается. И даже если Ехоумы не снесут третью линию сейчас, то на следующий заход стоит ожидать уже супер опасных серпенд вардов. Вега-Сквадрон. Вега-Сквадрон. Огромные проблемы. Огромные проблемы. Да, барак все-таки по миду потеряли. Причем милишный. Две линии потеряны. А Егис не потеряли Хоум. ТП, конечно же, отменяется. Не надо так лезть. И Хоумы не отходят. Они сейчас будут ловить, я так понимаю. Но Вана была... Да у них все есть. По сути, это битл Чикина. По которой у нее через 7 секунд. Это, по сути, байт. Хороший ультимейт здесь от Семы. Очень хороший. Но бьютл Чикина. Не того вкусите, ребята. Не того вкусите. КК вгрызается МАК. Сейчас закончится БКБ. КК не пробили. Соло. Соло минус. Да, Соло умер. Сема умер. Забирает все-таки, наверное, КК. Да, так и есть. Ноу-Ан пытается уйти отсюда. Жирные ребята остались у Веги. Ноут ультимейт у Ланема. И просто кайтят. Кайтят Ноу-Ана. Ноу-Ан. Сетевая пытается убить. Сетевая прыгает в Мага. Убивает Мага. Даггер Пашу. Пашу тоже минус. ГГВП. Ехом в топ-8. Вега занимает 9-12 место на этом мейджоре. Ну, печаль. Что ты скажешь? Печаль. Вега. Первую игру... Я... Аналитики все расскажут, конечно. Более детально по матчу. Это абсолютно понятно. Но я, опять-таки, не знаю. Может быть, это какое-то шапкозакидательство было. Не было ли его. Возможно, когда-то ребята нам расскажут. Это в интервьюшках. Ехом и предтурниром, и за две недели до турнира считались одними из главных фаворитов от Китая. Они были точно так же инвайтнуты, как и Вега. Это никакая там квалификация, ничего. Это очень сильная команда, которая дала слабину лишь один раз. Это в групповом этапе здесь, когда они проиграли 0-2 у Минески. Ну, живот у них болел. Ну, лол. Бывает, бывает. До этого они проиграли только Уцдеков. И они до этого выигрывали у всех абсолютно. Проиграв всего одну игру Уцдеков, не значит, что это команда плохая. Я думаю, что топ-8 – это не то чтобы предел. Это даже не начало-начало для них. Они будут идти и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Они дальше попадают на победителя пары unknown LGD. Я уверен, что для них и те, и те – это еда абсолютная.